Здравствуйте, Раф! Это они раскрывали, насколько они ненавидят друг друга. Огонь горел между ними. Ты представляешь, такое вот вызвать Ахаб Высшего они вызывали. Он им казался, как пылающий огонь. Огонь ненависти горел между ними. То есть, насколько они хотели объединиться, чтобы раскрыть пылающий огонь ненависти. Это просто поразительно. Люди, которые просто приходят на урок, сидят, они даже не точно знают, кто здесь рядом со мной сидит сбоку, сзади. Каждый приходит на урок, смотреть на меня и учить какие-то премудрости. Это как раз то, что спросил Рои Мирон. Они не изучают Тору. Тору изучают, это означает свет, возвращающий к источнику. Ее изучают только при условии, что мы хотим объединиться вместе и не можем. Наоборот, хотим только разбежаться, поуничтожать друг друга, сжечь друг друга. Если нет ненависти, которая раскрывается, если нет нужды в высшем свете, чтобы преобразовать ненависть в любовь. Это не называется изучением Торы. Очень просто. Изучение Торы – это ты учишься, как объединить. Это действие по объединению. Нет иной Торы. Возлюби ближнего, как себя. Так что вы тут сидите? Вы сидите и учите премудрости. Премудрости. Это не премудрости хохмот, это хохмот, это хохмот, вы найдёшь и так. Такое пренебрежительное слово. С вашего позволения, в определенное время есть у меня ощущение, что я вас понял. То, что ты понял, это ничего не стоит. Это не вызывает у тебя внутренних изменений. Я имею в виду ощущение, Раф. Ощущение больше, чем знание. Тоже нет. Тоже нет. Даже это не духовное, не внутреннее ощущение. Чему же я должен верить во время урока, если не ощущение и не знание? Ничему. Если это не направлено на объединение между всеми, а внутри объединения ты начинаешь раскрывать новые явления в объединении со всеми, то нет ничего. Мы сейчас изучаем, скажем, десятую часть Тесса. Называется Ибур, зарождение. Но как мы приходим к этому Ибуру, зарождению? Как я начинаю объединяться с другими, если я не чувствую, что я нахожусь с ними в Ибуре, зарождении? Наша связь – это Ибур, зарождение. Все они становятся, как мое клим, мой духовный сосуд. Оттуда я питаюсь, я в них расту. У нас нет. Если бы мы изучали текст вместе с какими-то сопровождающими объяснений, но изучали его из того, что мы ищем как объединится, мы бы поняли, что он об этом говорит. Он только об этом и говорим. О чем еще говорится в Торе, если не об объединении? Ничего другого не нужно. Исправить разбитое клею. И все. А мы самое основное не можем себе представить. Да. И последний вопрос. Это групповая работа. Но где здесь моя часть в этой групповой работе? Твоя часть работы – обязать всех находиться в этом. Все. Обязать всех, пробудить всех. И склонить себя перед ними. И увеличить их в своих глазах, насколько можно. Если мы не стараемся раскрыть понятия внутри связи между ними, это не является духовностью. Вот сейчас посмотри, куда весь мир сегодня начинает сдвигаться. Из того, что виртуальная связь охватила весь мир, сделала его единой системой. Механизмы, машины, самолеты. Все перемещается и движется, каждый мечется туда-сюда. Миграция, перемещение больших народов, большие туда и сюда. Что происходит в мире? Сеть, связи между людьми начинает проясняться все яснее и яснее и яснее. Она обяжет чисто материально. Она обяжет людей думать, что все мы взаимосвязаны вместе. Но именно мы тут между нами нет. У нас каждый индивидуалист. Сегодня я могу прийти, завтра не прийти. Чем я вам обязан? Ты знаешь, каждая вот так персона играет перед нами предперсону. И вообще в течение дня представлять духовное как связь между всеми нами, которая раскрывается все больше, все яснее. Вот это называется духовные ступени. Что значит мир бесконечности, мир инсов. Все находящиеся в мире. Ты их начинаешь рассматривать как силы, как понятия в желании, в решимот, в информационных записях. Все они взаимосвязаны, все эти решимот. Все те, кого ты видишь и не видишь из всех поколений, все виды людей, каббалисты, не каббалисты, все приходят к тебе в ощущение, что все это ты, ты включаешь в себя всю эту сеть, и в тебе есть миллиарды твоих частей, даже не детей твоих, а твоих частей. Это раскрывается в тебе, клей бесконечности, объединенная в совершенной полной форме. В нем от одного к другому переходят ощущения любви и объединения над всеми прежними противоречиями и противоборствами, которые не исчезают. И все это называется свет бесконечности, который выясняется в этой связи. И в общем, то, что ты раскрываешь в этом, кто все это сделал? Это высший. Но, когда ты раскрываешь всю эту систему как Кли, жизнь в ней, а это отношение любви, которое объединяет их воедино как свет, а внутренняя часть в этом, Элокут, высший духовный творец, есть для этого много... Это точка начала буквы Ют. И частно, муж спросил вопрос, как ученик, я вижу, что он тоже не очень уверен в пути и Рои, и я тоже пошибаюсь во многих случаях. Это не важно. Я тоже несовершенен наверняка. И должен это все брать... Ты должен это брать как предположение. Не надо меня воспринимать как Бога. Не надо обожествлять меня. Но это не важно, на каком уровне находится каждый. Не важно. Важно, как ты себя отменяешь. Относительно. Не важно, насколько отец или мама... Великий профессор, отец... Ну, а ребенок годовалый, есть у него от кого получать. А если отец простой рабочий, закончил всего несколько классов в школе, так нечего. Нет. Главное – самоотмена. Если ты отменяешь себя, ты получаешь из Эйнсов, из бесконечности ты получаешь. Как мы изучаем? Зон отменяют себя по отношению к Абавииму. Абавиима поднимаются до Эйнсов, до Мира Бесконечности. Самим им нечего дать зон. Поэтому, конечно, я не знаю, что написано здесь. Чуть-чуть больше тебя. Этого достаточно. И даже относительно товарища, если ты себя отменишь, это будет точно тот же эффект. Понимаешь, главное, что ты отменяешь себя. Тогда ты прилепляешься к кому-то, кто становится высшим. Как он пишет, человек должен избрать известного человека, тогда он примет его как рава и идет учиться. В чем тут дело? Твоя отмена связывает тебя с бесконечностью. Ни на одной более высокой ступени. Рабаш, даже Бальсулам не отвечали на тот вопрос, который спрашивал самый простой человек. Они должны были сделать зевук заново на этот вопрос и наполнение передать из бесконечности. И когда я вижу, что муж ошибается, и Рои, и я тоже, и я отменяю себя по отношению к ним. Конечно. А кто гарантирует нам, что все мы вместе, если каждый ошибается, и не ошибаемся? Это не важно. Не важно, что вы ошибаетесь. Важно, что ты отменяешь себя. Тогда этим ты находишься в системе, которая действует на тебя из бесконечности. Очень хорошо. Ты хороший пример. Спасибо.